Нет войне! Вы понимаете, что слово «русский» теперь будет синонимом слова «каин». Вы понимаете это? Вы понимаете, что слово «россиянин» теперь будет синонимом слова «гной, мидпи**а». Вы понимаете это? Произошло страшное. По противоположнике новой коронавирусной инфекции устанавливающих необходимо соблюдать дистанцию. Нет войне! 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 Позор! 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 Нет войне! 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 Напоминаю вам, что прежде всего прекратить нарушение общественного порядка. Не мешайте ему выйти! Не мешайте выйти! Вы что, ребята? Моя остановка! Дайте, пожалуйста, воды в автобус задержанным! Спасибо! Правильно вынесли? Не можешь сотрудничать? Спиридонов Михаилов? Нет. Нету гражданин. Какой-то гражданин Спиридонов. У нас сейчас много таких вот граждан. Позвонил и говорит, что ходят какие-то люди с плакатами. А вот посмотрите плакаты. Вообще никто не ходит даже. Я вижу. Мне просто объяснили, что это такое. Такая-такая. С любого сотрудника мемориала. Нет. Он говорит, что здесь ходил. Позвонил какой-то товарищ. И сказал, что возле мемориала ходят люди с плакатами. Нет войне. Подождите здесь. Как я не говорю? Товарищ полицейский. Вот. Пожалуйста. Бумага нужна? Нет. Хорошо. Работаешь, работаешь в мемориале. И как бы такое довольно относительно... Разное бывало, но все-таки такая относительно нормализованная жизнь. И изучаешь какие-то модели поведения людей в разных совершенно ненормальных ситуациях. Во время ареста, во время там этапа, во время пыток, допросов в лагерях, во время войны, во время оккупации и так далее. И ты все время как бы это изучаешь. И смотришь, а потом вдруг хоба. И ты сам оказываешься вот из этого нормализованной какой-то относительно ситуации. Ты вдруг сам оказываешься как будто вот в этой самой ситуации. Ну, пока еще не ареста буквально в нашем случае. Но тем не менее, какого-то вот того самого, что ты столько лет там изучал как исследователь, как, не знаю, кто там еще, не знаю, активист. И мне кажется, ужасно важно вот мемориал против войны. И мы не знаю, сколько мы еще сможем говорить об этом здесь. Но давайте и действовать, и говорить. У меня маленький опыт Града, но когда били там, где я был, ну, в общем, оно похоже. Не разделяющееся. Здесь взрыв там, где его попало. Но порядок падения ясно, что их, хотя и залпом выпускают, но не сразу. Всем пакетом и по очереди. Раз в дня, словом, арестуются на Богораз. Все люди родом из Харькова. Только некоторые стесняются в этом признаться. Это правда она так сказала? Ну, конечно. Да? Сама была из Харькова и Юлия Марковича Даниила. Оттуда еще масса хорошего народа. А, ага. Это была... Харьков уже какое-то время был столицей украинской СССР. Он начали с советской власти, уже дальше от границы, чем Киев, до того, как Польшу расчекрыли. Харьков, он на самом деле очень похож на Москву. На... Центр Москвы на какую-нибудь покровку. Старую покровку не реновировал, но... Это же застройка мирного времени, что называется. То есть, где-то с 1860-х по 1913-й. Это то, что знакомо всем москвичам. На черт возьми. Как это вообще возможно? Пострелил городом Харьков. В Харькове, который три раза штурмовали. Особо ждали. Во время Отечественной войны. Было видно, к чему идет. Это все не сегодня началось. Это возвратное движение маятника и истории. Мне, может быть, это легче, чем другим. Потому что я как бы в этом все время был. Это мне не удавалось так существенно противостоять. Мы как-то пытались. По крайней мере, понимать легче, чем не понимать. Даже если случится худшее, наверное, мне будет лучше, чем другим. Потому что я немножечко тоже в этом понимаю. Лучше может случиться. Да. Хороший вопрос, чем ты будешь заниматься. Неизвестно. Может быть, все-таки не история репрессий. Да. Да, да, да. То есть не такая прямо уж как эта династическая линия, да? Мы тут спросили у знакомого историка, есть ли прецеденты в новейшей истории, чтобы режимы начинающей такого рода войны хорошо заканчивали. Кажется, нет. Нет. Ну, то есть это же такая спираль. То есть режим радикализуется, радикализуется. Потом он уже становится заложником предыдущих своих шагов. Он, может быть, изначально не хочет завоевывать мир или соседей и так далее. Но просто логика развития такая, что он дальше уже не может поступать иначе. И дальше он уже делает шаги, которые не рациональные, которые, в общем, разрушительные. Но он уже этого оценить и заботиться о собственной, так сказать, о самосохранении не может. У него отключаются эти штуки. В Аргентине, когда была эта хунта, они, значит, 30 тысяч, что ли, аргентинцев они уничтожили, сбрасывали с самолетов вот это вот все. А потом стало плохо совсем с экономикой, потому что были тоже санкции международные и все. И они, чтобы показать всем кучу киномать, строили фолклендскую войну. И тут уже они просто развалились. Ну, война оказалась неудачной, они хотели... То есть им нужна была маленькая победоносная война, чтобы... Ну, и по внутренней логике своей вот этой вот, и чтобы, типа, сплотить, мобилизовать народ. Ну, и все, и они ее проиграли, и развалились, в общем. И чем кончилось? Практически сразу. Ну, все. Аргентинская хунта на этом закончилась. Я читаю перечитываю Лидию Гинклок. Так. Вот. И у нее тут в лописках кулак одного человека, что она начинается, самая первая фраза в самом начале. Она такая. В годы войны люди жадно читали войну и мир, чтобы проверить себя. Не Толстого, в чьей адекватности жизни никто не сомневался. И читающий говорил себе, так, значит, это я чувствую правильно. Значит, оно так и есть. Кто был в силах читать, жадно читал войну и мир в блокадном Ленинграде. Ну, и так далее. Она описывает состояние человека, когда идет война, когда он понимает, что жизнь закончена его, что он, очевидно, видимо, умрет, что все теряет смысл. Дальше как постепенно человек обретает смысл. И как, на самом деле, его каждодневная жизнь является частью борьбы худо-бедной. Я историк. Какие книжки почитал и что-то видел в кино, что это так всегда происходит. На второй, третий, четвертый день войны люди говорят, как это невозможно ничего делать, невозможно петь, плясать и музыку играть. На десятый, на двадцатый день войны все приходят к тому, о чем отчасти сейчас говорил Алексей Айги, что я музыкант, я хочу что-то делать, я хочу играть, я хочу по-другому, я не могу жить и мне важно делать то, что я делаю. В принципе, все должны делать то, что они делают. А при этом, как будто бы, как ты мне сама говорила, очень важно, что все стало очень черно-белым. То есть, ты делаешь что-то, с другой стороны, ты как как будто бы, ты должен, как будто бы, делать все для того, чтобы это прекратить. Но при этом, сталкиваясь с второй, мгновенной мыслью, что ты ничего сделать не можешь. А что ты можешь сделать, это очень, очень метафизическая вещь. пойти повинтиться. А может, ты меня на гитаре себе подыграешь? А что? В чем более? Хорошо. Ладно, я буду играть одну гармонию. Нет. Давай их хотя бы три. Три. Слушай, как сказал Юрий. Одна гармония… А нет, один аккорд – это cool. Два аккорда. Уже, подождите, третий уже. Четыре. Давай два. Два-два. А куда идти-то? Мне пишут люди из Украины, знакомые, незнакомые, просят остановить, что-то высказаться, не молчать. Я обычно вообще ни по каким вопросам не высказываюсь, так получилось, но, наверное, уже нельзя не высказываться. Я не знаю, что сказать. Это невозможно было себе представить. Хотя, вроде казалось, можно было представить, но все равно невозможно. И сейчас я не могу себе представить. И испытываю чувство ужаса. Что еще могу сказать? Конечно, думать хорошо, но я не могу ехать, потому что у меня много здесь, как ты говоришь, этих обстоятельств и людей, про которых я знаю, что они от меня зависят, или про которые я думаю, что они от меня зависят. И я себе представляю так, что только если они где-то в безопасном месте, тогда я могу уехать. Надежда, не надежда, а какое-то впечатление, что если отсюда будет большая иммиграция, она, очевидно, будет, все-таки она будет уже другая, она будет похожа на иммиграцию после революции 1917 года, когда уезжали огромные как бы части общества, и все-таки был русский Париж, была русская Прага, был русский Берлин. И все, что ты говорил справедливо, отчасти про одиночество, про то, что ты как бы непрекаянный, ты живешь в другой культуре, но я думаю, что это в принципе уже будет похоже на какое-то гетто, культурное гетто, в котором мы и тут, строго говоря, и тут-то мы часто оказывались в культурном гетто. Картина оставляем. Да, придется. Посмотри, любимая Малова. О, видно горы. Проспект Московский, в *** все, что связано с Московой. Я не хочу в *** горы вообще на все. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Так же сильно, как у меня сейчас ссыкотно. Ссыкотно больше. СМАХ НОЧто Я тебя люблю. СМАХ ВЕСЁТ Ты готов лететь? Да. А куда мы летим? В грушу. В грушу. В грушу? Не, юшу. В Грузии? Да, юшу. Это вам. Выбирайте такой вкусный. Я елизер. Смотри. Цвета. Ты знаешь, что это за цвета? А что тут сюда? Рекорда? А что тут сюда? Нет, я не смотрела. Ты знаешь, что это? Да. Это флаг Украины. Это флаг Украины. Борис в сумке, значит, это мой. Сейчас я зайду, а потом покажу. Нет, а! Позвоню им как приедет. Ты снимаешь фильм под названием «Приезд». Экстренная эвакуация с Кореевлой. Вот сейчас я на этом номере. Если все будет хорошо, и мы вылетим сегодня вечером, то завтра утром я буду в Тбилиси. Аэропорт гудит! Я люблю тебя очень, спасибо. Алло, даешь? Так что тебя трясли там? Жестко, да? Это после паспортного контроля? Жесть. Докрашиваю. Телефон рылись всегда полностью. Полностью обыскивали. Расспрашивали, кто это здесь такой, кто это этот такой. Извини, пожалуйста, за не надо. Какие взгляды. Саша? Саша, да, да, да. Саша. Все в порядке. Давай, короче. Да? Давай, наставлю. Здорово. Хорошо. Хорошо. Здорово. Берет. У тебя все, ладно? Я думаю, самое весное, когда у тебя поехали. Ты свою. Будешь постить этим? Я ligger, пожалуйста. Да? Наставка. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok